Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». Сейчас ты узнаешь годную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта. Смотри внимательно нашу программу и до конца. Начнем нашу сегодняшнюю программу с межсезонья. Со 2 по 14 августа в учебно-оздоровительном центре «Яльчик» состоялись летние сборы спортивного клуба Казанского федерального университета. Шесть сборных команд нашего института на две недели оставили цивилизацию ради упорной подготовки к новому спортивному сезону. И среди этого числа оказалась и сборная по фитнес-аэробике. Подробнее о прекрасном в репортаже Полины Шалабановой. Уже несколько лет в КФУ существует сборная по спортивной аэробике. В последние годы она занимает призовые места не только на всероссийских конкурсах, но и соревнованиях мирового масштаба. Но и на этом нельзя останавливаться. Сборной нужен молодой подготовленный состав с уникальным чувством ритма и выносливостью. И именно сборы в «Яльчике» помогают найти и воспитать такие таланты. Тренировки у этого спортивного направления проходят в бешеном ритме. Каждый день по 3-4 занятия. Степ-аэробика, фитнес-аэробика и танцы. Такой график неспроста. Идет усиленная подготовка к будущим соревнованиям. Сейчас на данный момент готовим новые композиции с новым составом девочек. Это совершенно новые девочки, подрастающие новое поколение. Будет дышать в спину тем, кто поедет на мир. Рафис – хореограф в одной из казанских студий. Он учит сборную танцем. Ча-ча-ча, латино, сальса – и это не предел. Это предоставит движение девушек мягкости и сексуальности. Но заниматься танцами Рафис советует и мужчинам. Мужчинам тоже необходимо, потому что спортивно-бальные танцы, конкретно латиноамериканские, развивают пластику тела, выносливость, в какой-то мере силу. Совсем скоро студентки собираются зажечь на сцене яльчика со своим концертным номером. Он еще разрабатывается. Ну а пока спортсменкам есть на кого равняться. Педагог Лариса Петровна вместе с Рафисом показывает мастер-класс. Полина Шулабанова, Лилия Гесматулина, «Неделя спорта». И последний сюжет о межсезонье на сегодня. Сборная Казанского федерального университета по плаванию также приняла участие в летних сборах. Хочется отметить, что нашим спортсменам удалось выполнить полностью всю программу тренировок. Погода и вода в озере Яльчик им в этом благоволили. Подробнее смотри в сюжете Владислава Сергеева. Учебно-оздоровительный центр Яльчик ежегодно приветствует наших спортсменов. Положительный комментарий о нем оставляют у плавцы сборной Казанского федерального университета. Они утверждают, что условия, которые предоставляет администрация Яльчика, способствуют росту их физической подготовки, а главное – сплочению команды. Здесь как-то можно отстраниться от всего, от интернета. У меня даже телефон не ловит, я не думаю ни о чем. То есть я встаю с кровати, думаю, надо идти плавать, тренироваться, становиться еще лучше. За лето спортсмены теряют физическую форму, но условия Яльчика помогают войти в ритм тренировок. Здесь пловцы ежедневно оттачивают технику в различных стилях плавания – брас, вольный баттерфляй. Это пирс Яльчика, и наши пловцы начинают с него тренировку. Они прыгают в воду и плывут 300 метров до следующего пирса, после чего возвращаются назад. Это только разминка. Сборная проводит тренировки не только в воде, но и на суше. Беговые, игровые и кроссфит. Это способствует сплочению новой команды. Сейчас она переживает трудный период. Старый состав распался в 2014 году. За подготовку новых спортсменов взялся Роман Фролов. Мастер спорта и тренер – организатор сборной по плаванию. Именно у его истоков стоит зарождение новой команды. В прошлом году у нас новые поступления, новые ребята, новые первокурсники. Начали совершать подготовку, начали крепнуть. И стали занимать уже на России призовые места. Тренер положительно отзывается о новых чемпионах и уверяет, что из них вырастут спортсмены достойного уровня. Каждый спортсмен все понимает, что это ему нужно, что он должен отстаивать свою фамилию в университете, честь университета на республиканском уровне и на российском уровне. Если человек приходит на тренировку, он знает, зачем он здесь, и никаких недопониманий у нас не возникает. Также в Яльчик прибыл пловец из Поволжской академии спорта и туризма Александр Лобанов и чемпион России по плаванию Эмиль Мухамедзянов, студент Казанского архитектурного университета. Их пригласили для обмена опытом. Соревноваться с этими спортсменами для наших пловцов не впервой. Проживание и совместные тренировки способствуют развитию товарищеских отношений между вузами. Так как у нас специализированное учреждение для подготовки спортсменов, конечно, уровень отличается. У нас есть спортсмены, которые занимают призовые места на чемпионатах мира, ездят на Олимпиаду. Как бы в КФУ совершенно другие задачи, но, тем не менее, спортсмены достойного уровня тоже есть. Сборная Казанского федерального университета не раз сталкивалась со спортсменами с гадемией спорта и КГСУ. На сегодняшний день соревнования этих вузов активно привлекают новых болельщиков на водной площадке нашей республики и вне ее масштабов. Успехов в этом новом сезоне. Обойтись без травм, хотя в плавании это маловероятно. Самый менее термоопасный спорт. Быть бдительным, быть подготовленным к каждому старту. Уверены, что плавцы продолжат радовать нас в новом сезоне. Владислав Сергеев, Василий Садзюба, Неделя спорта. О межсезоне мы продолжим говорить в следующих выпусках нашей программы, а теперь говорим о том, что случилось на этой неделе. Начнем с соревнований по спортивному ориентированию, которые состоялись в честь празднования Дня города Казани и Дня Республики Татарстан. Подробнее в репортаже Ивана Евсеева. 30 августа в парке имени Горького состоялось ориент-шоу в честь празднования Дня города. Проверить свои способности в спортивном ориентировании мог любой желающий. В соревнованиях участвовали взрослые и дети. На старте программы проводился мастер-класс по ориентированию на местности, использованию карты и компаса. Спортсмены делились своими навыками и умениями, а также приглашали на обучение в секцию. Всем участникам были розданные карты лабиринта, по которым было необходимо преодолеть дистанцию по всем контрольным пунктам. Различные места соревнований, бывают как в лесу, так и в городе. Я могу развивать свои способности как в беге, так и в интеллектуальном. Потому что ориентирование развивает и физические способности, и интеллектуальные. Популярность этого вида спорта набирает обороты. Организаторы обещают, что подобного рода мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. А с 29 сентября стартует чемпионат и первенство Республики Татарстан по спортивному ориентированию. Пожелаем всем участникам удачи и новых достижений. Иван Евсеев, Ангелина Сайдашева, Неделя спорта. Переходим к экзотическим видам спорта для нашей страны. 3 сентября на базе курорта Сверские холмы состоялся турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. Подробнее об этом турнире ты узнаешь в репортаже Юлианы Петровой. В минувшие выходные на территории гольф-клуба «Свияжские холмы» состоялся благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. Турнир проводится уже в седьмой раз. Среди почетных участников мероприятия по традиции стали глава Республики Рустам Нуркалевич Маниханов и президент Макдонс в России Хамзат Хасблатов, а также другие представители бизнеса, политики России и стран СНГ. Несмотря на то, что этот вид спорта требует много времени и усилий, профессионалы утверждают, что игра в гольф стоит любых жертв, надо только взять в руки клюшку. Мероприятие проходило в формате командных индивидуальных соревнований. За первое место команда получала переходящий трофей, который хранится в клубе. Пока команды соревновались, на поле с новичками занимался опытный представитель гольф-клуба. Ежегодно все денежные средства, собранные в рамках турнира, отправляются на поддержку дома Роналда Макдонда в Казани. В этот раз организаторам соревнований удалось собрать рекордную сумму 3 миллиона 200 тысяч рублей. Юлиана Петрова, Александр Дегтярев, Неделя спорта. Под конец вернемся к празднованию Дня Республики и города. Уже традиционно около стен Кремля лучшие гонщики нашей страны и всего мира собираются на Казань Сити Рейсинг, где у них есть уникальная возможность показать всему городу, на что способна их техника. В этом году гостями также стали участники пилотажной группы «Каскад», которые полностью состоят из нынешних сотрудников дорожно-постовой службы. На все это смотрел и специально для вас записал Александр Фирсов. День города в Казани всегда поистине масштабное событие. И в первую очередь оно масштабное для автомобильного спорта не только нашей республики, но и нашей страны. И сегодня здесь, прямо в центре города, выступят только лучшие гоночные пилоты и только самые лучшие гоночные команды. А вот как это у них пройдет, давайте посмотрим. Это лисер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на такой позитивной ноте у нас завершается Казань City Racing. Все пилоты выложились по максимуму, создали самое настоящее шоу для гостей и жителей города Казани. Да, действительно, День города для Татарстана – это всегда знаменательное событие. Александр Фирсов, Неделя спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин